Меня мама всё детство обманывала, а теперь говорит, что это я в батю таким лжецом вырос. Когда она утром будила меня в школу, я думал, боже, пожалуйста, усыпите меня навсегда, только не математичка. Ладно, Влад, уговорил, всё, сегодня не едем в школу, сегодня едем к бабушке, там у неё жареная картошка. Честно? Ну, конечно, только возьми уроки, мало ли ты у неё с ночёвкой останешься и завтра ещё не пойдёшь. Спасибо, мама, и пускай ты уже четыре раза меня подставила и всё-таки отвезла в школу, но как будет петь Максим Корш через восемь лет? Мама любит тебя сильным и слабым и никогда не обманет, так ведь? Мама, куда мы едем? К бабушке же сейчас поворот пропустит. Да, сынуля, там пробки, пробки. Мама, зачем мы в школу заходим? Сына, вот это первый урок в жизни, не доверяй никому. Всё, законы джунгли, всё, давай вечером увидимся. И так было всегда, и в садике, и в школе, но самое обидное в поликлинике. Когда я сижу, и мужик уже прицеливается лезвием в мой палец, я поворачиваюсь к маме со словами. Мама, ну мы же просто спросить, да? Просто спросить. Влад, я тебя обманывал когда-нибудь? И обычно после этого у меня забирали кровь в мою кровушку, частичку меня. И когда мы выходили из кабинета, я смотрел на неё глазами, наполненными слезами, она всегда говорила одно и то же. Влад, я сама не знала, нас обманули, я в суд под... Помните момент, когда учительница звонила домой, трубку убрала мама? Ты стоял вот здесь, она такая... Угу, угу, угу. Ты сразу делал всё в этот момент. Сразу писал уроки, сразу книгу, сразу автобиографию. Здесь пылесосил, тут принимал роды. Ты всё делал. Потому что родители были всегда на стороне учителей. Всегда, в любой ситуации. Учитель тебя мог бы пырнуть, мама сказала... Правильно, правильно, мало тебе, а ты по-другому не понимаешь. Самый мой большой страх в школе, это был открытый урок, когда вот Райно приезжало. Ради них учителя наряжались в самое парадное своё, знаете? У нас однажды химичка к свадеб нам пришла. Понимаете? И поверх ордена своей овчарки, чтобы впечатлить людей. Странно, как они меняли интонацию к детям. Наступал праздник, заходишь в кабинет, а там... Дорогие дети, мои хорошие! Чё происходит? Э? Что за день? Сегодня расстрел? Как всегда, в начале урока я вам раздам конфетки. Как всегда? Ты на прошлом уроке мне три пальца линейкой отрубила, ты шутишь, что ли? Спасибо маме за лицо, а бате за фамилию. В моём городе самое крупное агентство недвижимости называется Парамонов, потому что фамилия хозяина Парамонов. И у меня фамилия Парамонов. И лет шестнадцати, куда бы я ни пришёл, к примеру, устраиваться на работу, даже когда я в колледж поступал, у меня спросили. О, Парамонов, случайно не сынок? Нет, не сынок. Ммм, очень жаль, очень жаль. Мне тоже очень жаль. И как-то раз после очередного вопросика, А ты случайно не сынок? Я сказал, да. Ну а почему бы как бы и нет? Я тогда пытался устроиться в крутой отель на работу администратором. И директриса мне такая, ооо, Андрюша, как же я тебя не узнал? Какой ты молодец, хочешь работать, денежку зарабатывать. Сейчас, подожди минуточку, тут как раз твой пап. Я его сейчас позову. Посидим вместе, чаёчку попьём. Да, попьём чаёчку.